Можешь ничего не делать. Супрессор, депракт, палец, это уже зло. Я же никому зла не делаю. Вот это и есть зло. Бог дал тебе органы. Глаза, ноги. Ты жив, дышишь. Ты все время пользуешься Божьим, а ничего не делаешь. Хорошо запомнить надо этот стих. А я что плохого сделал? А то, что ничего не делал. И самое большое зло, когда мы не видим беды, нужды, которые вокруг нас. А главное нужда то, что люди не знают Христа. Не знают. Беда, когда у людей нет хлеба. Хуже некуда. Это смерть. А слово Божие называется в своем жизни. А когда человек в пустыне и нет воды, беда. Ну все знают смерть. А это источник воды живой. И куда-то не поверни, этого нет. И как будто ничего нет. А что я? На это есть вышестоящие, пускай они. А они-то что сделают-то? Начальник-то безвоиста-то. Он никто. И вот это назначили старшим. А он такой же, как все. Даже Иоанн Златоуст говорит после проповеди, я ничего один не сделаю, если вы мое слово не понесете дальше. Итак, кто разумеет делать добро, не делает тому грех. А как узнать? Где? А далее говорит так. Вот вы говорите, мы поедем в такой-то город на один год. Все высчитали. И будем получать прибыль. Хорошие экономисты заранее высчитали. Вместо того, чтобы говорить, если угодно будет Господу, первое условие, и второе, живы будем, то сделаем то и другое. А если ни того, ни другого нет, ты ничего не сделаешь. А вы тщеславитесь, поеду, сделаю, будет, женюсь, ничего этого не будет. И всякое такое тщеславие не грех. Итак, кто разумеет делать добро, то есть не похвалится, а доверяйте Богу, как Господу будет угодно, никогда не обещайте. А я обещаю, говорю, если Господу угодно будет, а я все силы приложу. Уже мы в книге «Бытие» встречаем развлечение добра и зла. «Бытие», 4 глава, 7 стих. Если делаешь добро, то не поднимаешь ли лицо, а если не делаешь доброго, то грех лежит у дверей. Ты его не делаешь, а грех уже лежит рядом. Тут не надо какие-то переводы придумывать. Добро не делаешь, а грех уже запечатал. Вот это страшный, бешеный пес, а это сатана, лежит у дверей. Он у дверей лежит, он тебя не упускает пойти на благовестие, не пускает пойти к ближнему, посетить, навестить, отнести, сделать добро. Если ты его не делаешь, ты уже заблокирован, ты уже не со Христом. Со Христом это непрерывное движение. А если ты уже больной, парализованный, приводи на память все, что было. Славословь, кто бы ни пришел, чтобы от тебя энергию и заряд получали, чтобы они слышали непрерывное Аллилуйя и Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. Бытие, 26-27. Когда Исаака изгнала Бимилех, он отправился в другую сторону, и те увидели. Собрались, товарищи, князья окрестных народов, и давай рассуждать. Вы помните, как Исаак поселился у нас, да? А чем это ознаменовалось? Я не знаю почему, но у меня почему-то овечки стали явиться, по два огненка приносить. А у тебя и у меня корову стали больше молока давать. И они погнали за ним след, кого они отпустили от себя. До этого преследовали, давили, а как его не стало? И поняли, что ничего лучше-то нет, они его изгнали. Потому что не его вера, человек ведет себя не так, живет как-то компактно. Догнали его, и говорят, мы делали тебе зло. Язычники. И они это поняли. И к чему я отношу это сегодня? Программа стоит изгнать евреев из страны. Они окаянные все захватили. Без евреями жить невозможно. Я ставлю вопрос, скажите, давайте практически мы изгнали всех от Иссенов-Баргаганов. Все, что за ним осталось? Пьяница будет ножом мне резать? А мне евреев сделал операцию, я живу. И сделал так, что дай Богу каждому члену профсоюза, чтобы так сделали. Они его не знали, они не знали, что за этим последует. А последует то, что оскудение наступило. Ты на сегодняшний день увидишь, что это все живо. Нам за Исааком гнаться надо. Исааку показать образ Христа пришедшего. А Исаак-то у нас ничего не видит, кажется, что это вы милеха, только что зло бы дарим и дарим. Итак, Бытие, 50 глава, 20 стих. Вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро. Вот вам загадка, о ком речь идет? Вы умышляли, кто родные, братки. Гонялись за ним, отца обманули, продали. Сколько было в скорбе этому юноше Иосифу, прекрасному назовет его история. Так он и войдет в нее. А Заволон, может, красивее был. А Исаакар? Не знаем. Мы знаем одно, что история о прекрасном Иосифе. Даже Ислам впитал в себя целиком эту историю. Целиком. В извращенном виде неправильно. У них свой Иосиф есть. Вы желали сделать мне добро, зло, зло. А получилось? Добро. Сколько бы нам не делали зла и не думали сделать, нам никто не сделает зло за того, говорит, если ты сам его себе не сделаешь. Итак, кто разумеет делать добро, а не делает тому грех. Добро в чем? Делаемое нам зло принять как от Бога. Вот еще какая мысль приходит. Что это от Бога. Болезнь, это Бог дал вразумить меня. Гонение, это от Бога. Поношение Господь допустил. И Давид это понял, когда шел в семей Сингер и поносил. Его военачальник говорит, погляд я ему, сниму голову, сниму, потому что она не на месте. Не надо, пусть Господь услышит. Может быть, призрит на поношение это. Мне же тяжело, трудно, и Господь увидит мое смирение и помилует меня. Так и получилось. Умышал делать зло, а получилось. Расстреляли царя, а он канонизирован. Даже не был бы канонизирован. Он обыкновенный царь, да не худышный царь-то был. Допустил такую ввиду в стране. Но зато, как он смиренно вел себя, он никакой попытки не сделал, перевороты или что-то где-то. Ни одной у него бумажки не могли ему приписать, что он думал возвратить себе власть. То есть он даже не канонизирован, он все равно убог в числе мучеников. А уж большая зла, кажется, поносили, поносили день и ночь его. Старозаконие 6.18. Делай справедливое и доброе перед очами Господа. Такой наказ получил израильский народ, входя в обетованную землю. Делай добро. Не перед глазами людей, чтобы увидели. И научись отличать бро от зла. И кому? Всем. А наипаше своим поверь. И, конечно, первое, что и своим. Это даже в Новом Завете говорится. Книга Руфь, 3 глава, 10 стих. Тоже загадка. Это последнее твое доброе дело, которое ты сделала еще лучше прежнего. А о чем? То есть очень добрая душа, но от определения пришла. Вот это самое хорошее. Что? То, что ты замуж не пошла за безбожника. А вышла-то за волоса. И эти слова тогда были сказаны. Какое хорошее ты дело сделала. Никто не знал, чем это кончится. А кончилось тем, что она будет язычница, мавикянка, прабабка Христа. Христос это не чистопородные евреи, которые сегодня бы сказали. Почему? А потому что в расцветах встречаются язычники. А Слово Божие говорит истинно так, что это Сын Божий. И это не повлияло никак. Не надо смотреть на происхождение. А надо смотреть, как сердце отдано Господу. 2 Параллепоменон, 14, 2. Идиоса добрая и угодная в очах Господа своего. И вошел в историю. Наша задача определить добро и зло. А вот добро и зло определить тебе всю жизнь придется определять. Когда случилось, что на Христа стали роптать, и он знал, что ропот превращается в ненависть, непрерывную злобу, и они готовятся его убить, и он задал вопрос. Что должно делать в субботу, добро или зло? Прямо. И они молчали. Просто прямо сказать зло, то есть я за сатану, они не могли этого сказать, но молчали. И Господь с гневом возрел. Они говорят, Господь любящий. Написано, с гневом возрел. То есть они уже отторгли себя от добра. Спрашивают, а что такое хула на Духа Святого? Это ненависть к добру. Если что, понятно было. Это абсолютная ненависть, невосприятие добра. Это хула. Власти Богом допущены для того, чтобы поощряли делающие доброе. Почему советская власть, это была антивласть. Она самых добрых вылавливала, находила и уничтожала. Это антивласть, но допущена для того, чтобы оценили настоящую власть. Второе, Параллепоменон 31.20. Новый царь. И вот его характеристика. Иезекия делала доброе, и справедливое, и истинное перед лицем Господа Бога. Определение какое? Истинное, но все это перед лицем Бога. Я это все перед лицом Бога говорю. Иногда говорят, главное, что только внутри, а что внешне не имеет значения. Имеет. И очень большое. Давид говорит, поставили знаки свои вместо знамений наших. Разрушили, там бердыши поминают, чем? Какие-то знаки. Знак христианский, это знамение Сына Человеческого. Это крест. Его очень боятся враги. Иудеи добились того, чтобы с международного Красного Креста крест был снят. В прошлом году они добились этого. Иудеи. А свою шестиконечную звезду лепят везде и всюду. Мне на неделю только несколько звонков было. Священники звонят. Почему шестиконечная звезда в храмах? Мы здесь нашли, в Покровском соборе. Не знаем, кто это сделал. А кто художник был? Нашли художника. Ну, художник нарисовал свою звезду. Ну, зачем она? Я, например, не верю, что она на меня повлияет. Но слово шесть, цифра шесть, говорит о чем-то. Ее боятся. Зачем? На жезве у епископа шестиконечная звезда. Знаки свои вместо знамений нашли. Зачем? Она не влияет на нас. Ну, я не против. Пусть она у вас и на алтаре будет. Но когда речь идет об исторической личности, у которой звезды не было, как о Христа. Зачем Христу? Шестиконечную звезду в руки давать или позади. Вот рисует. Ну, полумесяц к кому относится? К мусульманам. А крест? Взялся, что к христианам. Слепые вместе. Крест. Внизу. Месяц. А язычники не признают. Тогда перерисовали. Полумесяц. Это ладья. А это мачта стоит. Ну, и правда, мачта перекрестка. Всем удовлетворили сразу. Но нет ни креста, ни полумесяца. А я говорю, ладья-то качается, крест-то как раз мачту и убят во время буря, чтобы ловку не опрокинуло. Они ничего не поняли. Мы должны различать добро и зло. А где этот крест? Крестное знамение. Другого не знаем. А на небе явится крест, злотоуст говорит, и все. А сегодня крестом мы посчитали на Пахровском соборе. 18 концов у него. Еще пересчитали. 18, конечно, такие накрутили. Специально сделано. 6,3-18. Я пошел спрашивать, а я не знаю, кто это делал. Кто архитектор отводил? Вот понимаете, какими-то путями пытается отпылить. А ты сам подумаешь, зачем это? Добро и злотоотвечаешь или нет? Нет, 4-конечный крест, 6-конечный, 8-конечный. Другого нет. Зачем остальные концы не наделали туда? Вот просто я что сказал бы, сами к вам проверьте. Посмотрите. Салмопевец Давид 13,1 говорит, не делающее добро, нет ни одного. Как он мог рассмотреть это, Давид? В какой печали писал он это? Проходит время. И снова 52-й псалом, и он повторяет его. Не делающее добро, нет ни одного. Они развратились, то решили их устные дела. Нет ни одного. Это день и два. Это половина жизни прошло, и он снова подтверждает. Наша задача какая? Христос говорит, никто не благ, а только Бог. Благ значит добр. И всякое доброе дело от Отца Светов написано. И чтобы мы истинно доброе дело делали, а не ради какого-то строя, не ради прославления Родины, а ради Христа, потому что он самосущественное добро, мы должны его просить. На доброе дело надо просить благословение. А кто вас благословил благовествовать? А вас епископ благословил? На это не надо благословлять. Бог благословил. Мы ищем только того, чтобы этим благословением священник соединился с нами и был так. А я не благословляю вас, считайте, Евангелие. Ну и что его благословение значит? А я не благословляю ходить по городу и свидетельствовать. Благословение, вопреки Христову благословению, оно не может устоять. Псалом 33, 15. Уклоняйся от зла и делай добро, ищи мир и следуй за ним. Программа. Псалом 36, 3 и 27 стих. Что нужно делать, добро или зло? Иклесиас 3, 12. Нет ничего лучшего, как веселиться и делать добро. А как веселиться? Всегда радуйтесь в Господе. Соломон понимал по-своему. Для нас другое. Знать Господа это высшая радость. Каждый день приближаемся, как заключенные к освобождению. Они считают срок обратный. Десять лет дали, говорит, девять лет, одиннадцать месяцев. Назначено семьдесят лет жизни. У меня остается два года. Я уже через два года могу сказать, Господи, все, срок кончился. Но Господь может продлить. Я хочу к тебе, да будет воля твоя, если тебе это угодно. Он назначил срок, заключение. Душа заключена здесь, на земле. Я слышал однажды выражение человека мирского, и она меня тронула. Он говорит, не грешить совсем, это мечта ангелов. Грешить как можно меньше, это мечта человека. У нас, конечно, написано такое, что грех совершенно не делать. Это невозможно, а возможно только во Христе, когда Дух Святой подсказывает и предупреждает, не допускает до греха. Исайя 1,17. Научитесь делать добро. Ищите правды. Правды. Я за правду, не за кого-то. Спасайте угнетенного. Защищайте сироту. Вступайтесь за вдову. Это целая программа социальной помощи людям. Сегодня. Да это лозунгом можно повесить сегодня в краевой администрации. Вступайтесь. Дайте им нормально жить. Из квартиры заодно и выгонят. Говорят, дали одна комната. Не может вообще жить. Не может, хоть помирай. Он не может, но не хватает. Или имеет 13,27. Может ли Ифеоплианин переменить кожу свою и бар в пятна свои? Так и вы. Можете ли делать добро, привыкнув делать злое? И мы сразу скажем, не можем. А как? На колени. Господи. Сердце мое злое. Возьми и расплачь. Вместо каменного дары платьяны. Чтобы я был сострадателем. А сегодня дети смотрят фильмы. Где-то кого-то убивают, а они сидят и смеются. Они смеются, глядя, как убивают. Взорвали какой-то переход в Москве. И самое страшное, говорит, выносим мертвых. И в это время стоит молодежь тут же наверху. Но взрыв их не достиг. Они стоят и смеются. На их глазах покойник, который так и сейчас среди них был. Это один из нас. И они совершенно нечувственное сердце. Они ничего не делали. Но они уже подготовили, чтобы с ним было подобно. Их никто не пожалел. Иеремия 18,10. Но если человек будет делать злое, Я отменю то добро, которое назначил Ему, говорит Господь. Это касается нас. Нам назначено делать только добро. Но если будешь христианами, мы ничего не будем делать. Бог назначил, и Он выковырит нас из наших теплых жилищ. Михей 6,8. 6,8. А чего, человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь? Двоеточие. Делать справедливость, любить дела милосердия, и всмиренно мудрее ходить перед Богом твоим. Это все сказано. И не потому, что у нас на славянском языке служба, и поэтому ребенок увлекается какое-то зло делать, научается курить. Сегодня родители говорят, а был бы по-русски служба, вот мой бы ребенок такой не был. Мы ни одного слова из Евангелия не слышали. Ни одного. Но мы боялись делать злое. Вообще мы не знали слова Евангелия. Я впервые его прочитал в книге, уже в армии будучи. Значит, закладывайте в детях, чтобы они были сострадательными. Кто-то дома отдыхает, бабушка, чтобы ребенок не шумел. Приучите к этому, чтобы они по вам не прыгали. Зло, когда в твоих руках ребенок, внук, родители на работе, а ты не могла его привести ко Христу. Вот это величие зло. Тебя уже на земле не будет, а злодей будет злодействовать. Твои плоды воспитания он даст. А учитель, это самое уважаемое лицо было всегда после священника. И ты учителем являешься. Матери тогда нам больше средств воспитывать ребенка. Уходит на работу, отец, а он за юбку держится. Приставили микрофонщики и говорят, ребенок маленький задает до 400 вопросов в день. Да ты по одному хотя бы отвечала ему. И в каждом вопросе Христа покажи любовь его. Как страшно без Бога остаться. Дай ему страх Божий. Диану огненную покажи, если он будет грешить. Ничего этого нет. Подрастают у нас дети у родителей. Ты нету, смотришь, опять нету. Ходила, крещеная. Все у нас в общем. И детей-то такого возраста почти никого и нету. Почему? Сами себе задайте этот вопрос. Матфея 12.12. Человек лучше овцы. И так можно в субботу делать забро. Если так заботимся мы, какой бы дождь ни был, все равно выгоняют скотину. Если один день не выгнали, у нас паника в деревне. Как не выгнали, почему овечки стояли? Пастор, а вовсе твои некормленные 10-20 лет, ты почему не заботишься об этом? А ведь такой вопрос я любому пасторю могу задать. Если один день не дать есть, вопль стоит. Тысячелетие спрятали, Евангелие не дают. Как будто в порядке вещей. Один раз не скажи Господи, помилуй среди сорока, лопотание этих. Уже беда, уже 39 только сказали. А полностью потеряли Слово Божие, нужды нет. Ты сначала укажи Господь, кто такой. Как помилует Он тебя через кровь, через жертву. Люди совсем не знают. Они знают, исповедайся и причащайся. Любой отвечает. А нужно сказать так, мы все сгнили, погибли, умерли. И за нас умер Христос, Он взял наши грехи. Самая основная мысль отсутствует у людей. И при том ни у одного. А практически мы ни одного не нашли, который прямо бы ответил, что такое добро. Добро приблизиться к Господу. Добро познать Слово Божие. Добро поверить, что Он умер за мои грехи. Выше добра этого нет. А кто не примет Его, тот врагом Богу делается. Матфея 16. Учитель благей, что мне сделать доброго, чтобы иметь жизнь вечную. Хороший вопрос. И Господь не сказал, так нельзя ставить вопрос. А дал ему программу. Мы должны каждый день говорить. А что добро? В данном случае ты больная. Глаза плохо смотрят. Или глухонемая. Что ты можешь сделать? Ты каждый день думаешь, где я могу людям показать путь к добру, если сама не можешь. Указать о Христе. Работает сколько времени на работе, и никто ничего не знает. Какие способы? У нас материалы. Я думаю, ни одна община в мире так не вооружена, как у нас. Разберите книги. Кто-то помог. Возьми книгу бесплатно. Компенсировал. Он уже деньгами это он дал. Поэтому сможешь у меня смело брать. И вы видите, какие результаты. Это благовестие. Три тысячи ссылок в каждой книге Библии. Вы понимаете? Не найдешь ты сегодня такой книги, чтобы она прямо вела ко Христу. Как этого не понять-то? А только от великой зависти и злобы можем воевать против наших книг. 1 Петра 2.15. Делая дро, мы заграждаем уста невежеству безумных людей. Мы ничем не докажем, что мы верующие. Как именно этим? Почему мать Терезу Калькутскую и православные признают большинство? За ее доброту, за ее любовь. Почему Ян Шанхайский, полагавший, говорит, жизнь свою, когда вывозил людей из Китая, как он в посольствах там в Америке везде был, он вошел в историю как человек, который жизнь полагал за людей. Если бы не он, может быть, десятки тысяч людей остались бы навсегда. Мы в Китае погибли от этой революции. 1 Петра 2.20. Делая добро. И если мы терпим зло, люди не понимают, то это угодно Господу. Знаете, как по этажам Бог нас поднимает. Я делал добро, а он свинья не понял, он мне такое сделал. Понимаешь, это другой реестр расклад. Богу это угодно. Ты слышишь, что Петр говорит? Ему Бог открыл, а нам надо принять. Богу угодно. Если делая добро, противодействие не испытываем. Святые отцы говорят, Богу угодно это делал. Обязательно кто-то должен противодействовать. И то, что у нас есть, и на нас так воюет, это благо нам. Они не дают нам заржаветь. Третье послание Иоанна 1.11. Кто делает добро, запитает, тот от Бога. И ты каждый день думаешь, что сделал. Интересно, мало жил на земле император Тит, захвативший Иерусалим в 41 году. И вошла, осталась в мире его фраза. Он говорит, я напрасно прожил день, я никому не сделал добра. Откуда у него это? Я ничего не узнал нового. Ты все время ищи, где и кому ты можешь быть сегодня полезен. А не полезен ты, ты вообще не нужен на земле будешь. Вопрос-то прямо стоит. Кремлинам 2.10. Слава, честь и мир всем делающим доброе. Все тебе здесь, и тебе премии присвоят. И ты почитаем и на работе будешь. Риминам 13.3. Делай добро и получишь похвалу от власти. 2 Коринфянам 5.10. Делаем добро или худое мы? Это будет на суде Божьем. Человек соответственно этому будет судим. Галатам 6.9. Делая добро, да не унываем, что нас люди не примут и не поймут. 6.10. Делай добро всем, а наипаче своим поверь. 1 Коринфянам 3.13. Если делаете добро, не унывайте. Сладок нет. Вот вы ходите, свидетельствуйте. Практически ничего нет. 1-2 звонка. Но 1-2 звонка кого стоят. Люди расспрашивают. Не сегодня, а завтра, быть может, они начнут свой поиск. 1 Коринфянам 3.1. Кто желает епископства, доброго дела желает. У нас вопрос стоит о священстве и о епископе. Если это доброе дело, то и молиться о том, чтобы это доброе дело исполнить, тоже доброе дело. Повторяю, 17 мая будет что-то решаться о нас. Я считаю по сегодняшний день, что мы избавляем правильную позицию сидеть тихо. Нигде не высовываться. Лишнего упреков в наш адрес не будет. А в это время работать и работать. Работать. Это благовестие, молитва, милостыня, добродетель. 1 Тимопея 3.11. Титул 1.16. Есть люди, которые не способны ни к какому доброму делу. Вот это беда. Это уже клеймо. Филимону 1.14. Доброе дело должно быть не принудительное, а добровольное. Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. И грех, если мы не будем постоянно разузнавать, а доброе это дело или недоброе. А когда узнали, тогда просить Бога, дай Господи сил, быть полезным Тебе и ближним. Аминь. Аминь. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok